Привет, любители хоккея! Вы попали на самый хоккейный канал Батыр Хоккей, и сегодня мы обсудим самые свежие новости НХЛ. Погнали! Давайте кратко обсудим, что будет сегодня в выпуске. Сегодня мы обсудим топ 250 лучших игроков НХЛ, и кто из россиян попал в этот топ, сможет ли Самсонов закрепиться в Торонто, и обсудим возможный переход Тарасенко из Сент-Луиса. А также я вам сегодня расскажу, что Кучеров сказал о Сергачёве, и что он думает о его новом контракте. В общем, сегодня, как всегда, много интересного, поэтому ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а мы начинаем. Журналисты официального сайта НХЛ составили рейтинг из 250 лучших игроков, выступающих в лиге на данный момент. Первое место занял капитан Эдмонтон Ойлерс Конор Макдэвид. На второй строчке расположился его одноклубник Леон Драйзайтл. Ну а тройку замкнул Остон Мэтьюс. Лучшим из российских игроков стал нападающий Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов. Ему отдали шестую позицию. В топ-10 также попали голкипер Тампа Бэйлайтинг Андрей Василевский в восьмое место, вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин девятое место и форвард молний Никита Кучеров десятое место. Ну а Александр Овечкин занял всего лишь пятнадцатое место. Как вы думаете, справедливо ли распределили места нашим хоккеистам? Напишите в комментариях. Официальный сайт НХЛ прокомментировал заключение сделки по переходу российского голкипера Ильи Самсонова в Торонто Мэйпл Ливз. Самсонов в теории является пан или пропал воротарем, поскольку у Торонто элитное нападение. Но россияне демонстрируют непостоянство своих показателей в НХЛ. По сути, он в теории может повторить историю, разделяя игровое время с Мюрреем, и может котироваться немного выше, чем новый его товарищ по команде. Как вы думаете, сможет ли Самсонов стать первым воротарем в Торонто Мэйпл Ливз? Напишите в комментариях. Ну и последняя новость сегодняшнего дня. Уйдет ли Владимир Тарасенко в другой клуб? Многие считают, что 30-летний российский нападающий Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко может стать одним из кандидатов на обмен из клуба. Контракт форварда будет действовать еще один сезон. Заработная плата 7,5 миллионов долларов. Тарасенко никогда не отменял запрос на обмен, после того, как блюзмены поставили под сомнение целеустремленность и характер Тарасенко. Но он ответил лучшим сезоном в своей карьере. Теперь у Владимира остался один год до выхода на свободный рынок агентов. Как вы думаете, Владимир Тарасенко покинет Сент-Луис Блюз или он останется в команде? Напишите в комментариях. Вот таким получился выпуск новостей сегодня. Ставьте лайк, если вам понравилось. И не забудьте подписаться на канал. Ну а с вами был, как всегда, Батыр Хоккей. Я надолго не прощаюсь. Пока.